Всем привет, друзья! С вами Skyward и сегодня мы поговорим о такой интересной дрипочке, как Фобия от компании Венди Вейп и Alex from Vapers MD. Погнали! Приходит наша дрипка вот в такой вот коробочке. Здесь у нас есть название компании-производителя Венди Вейп, указан цвет данной дрипки, название Фобия, да, ниже указано, что эта дрипка сделана совместно с Alex from Vapers MD. По всей коробке у нас есть логотип компании, название компании-производителя Венди Вейп и здесь у нас указана контактная информация. Собственно, вот таким вот легким движением руки наша коробочка открывается и давайте посмотрим, что же у нас лежит внутри. Внутри у нас есть юбка, на которую мы можем нацепить наш 24-й кэп. Собственно, кэп вот такой вот в комплекте тут лежит, его мы рассмотрим чуть позже. И, конечно же, внутри у нас есть сама дрипка с предустановленным 810-м дриптипом. И под поролоновой подложкой у нас притаился комплектик с допами, в котором у нас есть сквонг-пин, шестигранник, китайская синяя отверточка, оринги и запасные винты. Давайте поближе рассмотрим наш 24-й кэп. Вот такая вот здесь есть накатка на дриптипе и вот такие треугольные аккуратные маленькие насечки у основания нашего дриптипа. Собственно, кэп у нас держится на одном оринге и выглядит достаточно презентабельно. А вот и сама дрипка. В верхней ее части у нас установлен такой же дриптип с накаткой. Под ним скрывается достаточно красивая гравировка. Здесь у нас написано no more fear, no more phobias, никаких страхов, никаких фобий. Вот так вот это все выглядит. На куполе нашем есть тоже достаточно симпатичная гравировка с таким горящим черепом. В общем, выглядит очень-очень стильно. В нижней части у нас есть две тонкие прорези, которые у нас являются отверстиями обдува. И на нижней части базы мы можем увидеть название дрипки phobia, гравировочку Alex from Vapor S&MD, гравировку, которая гласит о том, что данное устройство произведено компанией WendyVape, серийный номер и вот такой вот достаточно средне выпирающий пин. Не скажу, чтобы он очень сильно выпирал, но данную дрипку можно использовать на мехмодах с гибридным коннектором. С вашего позволения сразу же нацеплю дрипку на мод, чтобы было удобнее показывать и рассказывать. Легким движением руки снимаем купол и видим нашу базу. Сразу хотелось бы сказать, что кэп здесь держится на одном достаточно толстом оринге. С двух сторон мы видим гравировочку phobia. Вот такая вот у нас тут база, наподобие как на Reload RTA. Бесстоечная база, а вот в этих так называемых стойках у нас расположились отверстия обдува. Вот такая вот интересная бесстоечная база. Видите, что ваши билды здесь будут держать 4 винта под крестовую отвертку. В принципе, фиксация спиралей очень удобная. Видите, что здесь у меня стоит такой достаточно жирный фьюст. И с установкой спиралей нет никаких проблем. Спираль ровно под размер наших стоек, скажем так. И она отлично прижимается нашими массивными крестовыми винтами. В принципе, установка спирали здесь очень удобная. Не надо ничего выгибать, центровать особо сильно. Устанавливать спирали в данную дрипку очень и очень комфортно. Как видите, наш купол имеет сферическую обработку, что тоже очень важно в плане вкуса. Устанавливать сюда вату тоже очень и очень просто, так как ничего вам тут не мешает ее спокойно протягивать. Вот таким вот образом вставляем, протягиваем, убираем лишнее. Подрезаем лишнее примерно вот так. Можно обрезать 2 ваты сразу, так как спирали располагаются очень близко. Берем какую-нибудь не особо толстую отвертку и начинаем укладывать вату в нашу базу. Делать здесь это очень удобно. Просто поднимаем вату наверх и закладываем ее в нашу ванночку. Вот, как видите, жидкость уже нормально впиталась ватой. И теперь можно произвести финальную укладку. Поаккуратнее расположить вату в базе. Вот таким вот образом это выглядит. Все прекрасно работает, как можете видеть. И теперь давайте поднимемся наверх и поговорим о данной дрипке чуть более подробно. Собственно, мы намотали нашу дрипку. Мы поставили вату. Вот таким вот образом это у нас все работает. Все-таки на выдохе она выдает пара больше, чем кажется на первый взгляд. Жарко без купола это явно не одна из ее сильных особенностей, сильных сторон. Так же, как и у космонавта, который имеет достаточно неплохую кондуктивность. Но, к сожалению, навал без купола, как таковой визуальный, у него слабенький. Вы слышите, что затяжка здесь достаточно свободная. Если сравнивать Кеннеди, Релот и Фобию, я, наверное, бы сказал, что у Фобии затяжка самая-самая свободная среди этих трех дрипок. Обдув настраивается поворотом купола. Нет здесь никаких регулировочных юбок, что можно все это перекрывать поворотом какой-то юбки, не нарушая местоположение рисунка на куполе. Но нет, здесь обдув регулируется так же, как на Кеннеди Трикстер, то есть поворотом купола, как уже вы все поняли. Что по вкусу? Вкус у данной дрипки реально хорош. Она делает привычные жижи ярче, при этом не делая их перенасыщенными, как, например, тот же Релот. Потому что на Релоде некоторые жидкости, которые я люблю и могу парить на дрипках с боковым обдувом, на Релоде я их парить не мог просто из-за перенасыщенности и даже некой химозности во вкусе. Здесь меня вкус полностью устраивает. Он чуть более сочный, скажем так, чем, допустим, на том же Апокалипсисе, но не перенасыщенный, поэтому обдув этой дрипки идет только плюсом во вкус. Также мне нравится то, что в данную дрипку очень удобно ставить билды. Вы просто берете спираль, откусываете ножки сразу, так же, как и на Космонавте, вставляете, затягиваете, все готово. Практически даже не надо ничего центровать, не надо тратить свое время. Здесь установка спирали реализована очень и очень удобно. База примерно такая же, как на Космонавте, по принципу установки спиралей, что ножки надо подрезать перед тем, как вы их ставите. Но за счет более широких отверстий и более удобного их расположения, спирали сюда ставить удобнее, чем в тот же Космонавт. Также плюс эта дрипка получает за возможность кастомизации. Как вы видели, есть целых два кэпа. Первый с установкой 810-го дриптипа, который у нас как раз предустановлен на дрипку. И второй это юбка, куда можно поставить или комплектный 24-й кэп, или же какой-то ваш любимый кастомный. Респект за то, что сделали такую возможность, потому что, допустим, не надо, как на Кеннеди, докупать Гризли кэп, чтобы поставить туда 24-е что-нибудь. Не надо делать никаких таких махинаций. У дрипки все есть для того, чтобы вы могли собрать с ней какой-то целостный и интересный сетап. И, конечно, плюс данная дрипка получает за интересный и достаточно минималистичный дизайн. Все-таки, согласитесь, полностью черное устройство с какими-то минимальными вообще накаточками на дриптипах, на кэпах и с достаточно симпатичной гравировкой на куполе выглядит очень и очень интересно. За что же я могу поругать данную дрипку? Она очень сильно греется. По сравнению с тем же Релодом или Кеннеди, из-за достаточно тонкой нижней части юбки, данная дрипка нагревается очень и очень быстро. На самом деле это странно, потому что у Релода толщина купола, по-моему, еще меньше. Но в плане нагрева он показывает себя намного и намного лучше. Данная дрипка очень сильно греется. И при активном парении, если вы промажете мимо дриптипа и как-то коснетесь купола губами, я скажу, что вам будет, мягко говоря, неприятно, потому что, повторюсь еще раз, купол здесь греется и при том достаточно сильно. И, наверное, последний плюс данной дрипки это цена. Цена на эту дрипку в среднем, вот как я видел, составляет 1990 рублей. То есть за 2000 вы получаете достаточно красивое, вкусное устройство с удобной установкой спиралей, с достаточно интересным дизайном. Поэтому я считаю данную цену достаточно хорошей и очень и очень оправданной, потому что конкуренты, это Релод, это Кеннеди, они стоят намного дороже. Из-за всего лишь одного минуса я могу сказать, что устройство мне понравилось и я могу рекомендовать его вам. Если вы ищете не особо дорогую вкусную дрипку с удобной установкой спиралей и с нижним обдувом, то Фобия станет отличным выбором для вас. Как я и говорил, стоит она недорого, а работает не хуже Кеннеди и Релода, по крайней мере для меня. Мне она по сравнению с этими дрипками понравилась больше. Собственно, на этом все. Это вся информация, которую я хотел рассказать вам о дрипке Фобия. Так что на этом вынужден попрощаться. С вами был Skyward. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также смотрите обязательно в описании. Там есть ссылочка на мою группу ВКонтакте и на мой Инстаграм. Там вы можете посмотреть, что у меня получается в плане фотографий. Все, что хотел сказать, сказал. Всем пока!